Косуля или дикая коза, как ее привычно называют в наших местах, это, наверное, самое массовое парнокопытное охотничье животное. И поэтому оно является ценным трофеем иногда в некоторых угодьях еще и промысловым охотничьим животным. Животное, на которое мы сегодня охотимся, называется косуля, косуля европейская. В народе ее называют еще дикой козой или сокращенно коза. Охотники так и говорят, мы взяли лицензию на козу, хотя это лицензия на косулю. Косуля это животное семейство оленей, это маленький олень, где-то до 80 сантиметров в холке достигает такие крупные особи. Ареал обитания этого животного очень обширен и практически вся наша область Кировоградская имеет в своих угодьях это замечательное животное. Животное среди копытных самое массовое, поэтому и является излюбленным объектом для наших охотников. Охота на козу является лицензионной, поэтому проходит всегда в присутствии егеря. У нас сегодня охота на козу, лицензии на козу. Так, картечь запрещена, пуля марки спутник запрещена, нарезное оружие запрещено, загонщикам в загоне, за исключением уходящих зверя стрелять нельзя. Главное, чтобы все были живы и здоровы, это самое главное. Так что просьба аккуратненько, дивиться, есть собачки сегодня, чтобы собачки тоже не постреляли. Так что удачи вам. С утра собрались, чтобы до вечера все были на месте, по машинам. Для того, чтобы получить лицензию на отстрел косули, необходимо для этого, чтобы егерская служба провела таксацию, то есть учет поголовья косули на определенной территории охотничьих угодий. Исходя из таксации, выводится количество голов, которые могут быть отстреляны, для того, чтобы и поголовье не пострадало, и не было бы лишнего поголовья косули в угодьях. И поэтому егерская служба занимается учетом, регулировкой поголовья и отсчетом количества голов косуль, которых можно отстрелять в определенном сезоне. Сегодня у нас лицензия на косулю, значит охотники могут добыть это животное. Если же животное не добывается в этот охотничий день, лицензия закрывается, и животное не отстрелянное остается в этих угодьях. Охота на косулю проводится в основном обычными способами охоты. Это охота с собакой, когда охотник может выйти, и собака будет искать животное, и выгонять козу под выстрел охотника. Второй способ охоты, это когда идет загонная охота. И третий вид охоты, это с подхода. Поднять козу самостоятельно, ее добыть и так далее. У нас на территории Украины, в нашей области, в основном практикуется обычно загонная охота. Это когда коллектив охотников делится на половину. Одна половина составляет стрелков, а вторая половина составляет загонщиков. И сейчас мы находимся вот в таком загоне. Загонщики, как видите, одеты в яркие жилеты, для того, чтобы их можно было заметить, что это идут загонщики, чтобы загонщики не попали под сам выстрел и не были травмированы. Все-таки безопасность необходимо соблюдать на охоте. Поэтому все загонщики одеты в вот такие яркие жилеты. Пока загонщики готовились к исполнению своей миссии, номера уже поспели к своему назначенному месту, ну и начали выходить на стрелковую линию. Так, хватит, да? Три, да? Продолжение следует... Если охотники, которые остаются на номерах, должны соблюдать полное спокойствие, тишину и находиться в режиме ожидания, не двигаться, для того, чтобы не спугнуть никакими своими движениями животное, которое может выйти, ну, которое должно выйти, вернее, на стрелковую линию, потому что его поджимают туда загонщики, то охотники, находящиеся в линии загона, ну, наоборот, должны шуметь, кричать, проявлять свое присутствие как можно больше, для того, чтобы зверь почувствовал, что здесь опасность, и он должен подняться, любой осторожный зверь, он поднимается и потихонечку отходит от источника неприятности. И поэтому он передвигается от загона в сторону тихо стоящих стрелков. Но часто бывают такие ситуации, наблюдаются на охоте. Зверь иногда, тот, который идет, стронутый уже прям проход через номера, но иногда зверье, доходя до стрелковой линии, подворачивает и идет вдоль нее. Это говорит о том, что зверь чувствует стрелков и пытается пройти мимо стрелковой линии, найти промежуток, где спокойно может пронырнуть, либо через стрелков, либо пройти обратно через загонную линию, разменять загонщиков, которые подгоняют, поджимают его к стрелковой линии. Пожелаем удачу стрелкам, повезет, мы добудем косулю. Если охотникам не повезет, повезет косуля. Косуля останется в угодьях, косуля даст новый приплод. Мы уходим в загон. Ну что, начинаем шуметь. Продолжение следует... Ну вот всегда в загоне любой охотник натыкается на лёжки, которые оставили после себя козы. Вот они буквально свежие, рыхлые, они даже не успели примёрзнуть. Это мы струнули своими голосами их, а может быть ушли буквально за час перед нами. Но это лёжки сегодняшние. Если они ушли от нас, значит они где-то должны попасть на стрелковую линию. Будем надеяться на успех. Наш труд загонный, не пропадёт зря. Уп! 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 Какие были выстрелы, может быть, это не эти. Ну вот, сейчас загонщики сошлись с номерами, но собака продолжает где-то уже с застрелковой линией подавать голос. Есть такое подозрение, что где-то что-то она либо держит, либо там подраны, потому что были выстрелы. Пойдемте посмотрим, что происходит. Ну вот, вот еще один герой нашей охоты. Лайка Кобель по кличке Потап. Без него, наверное, сегодня охота бы не закрылась. Оказался козел подранок, попал на линию выстрела, уходил. Собачка его все-таки догнала, голосом показала, что есть у нас все-таки добыча. Мы подошли и вот оно, наше охотничье сегодняшнее счастье, наш сегодняшний трофей. Мы охотили сегодня на косулю, добыли самца косули. Обратите внимание на характерные рожки. Значит, козел довольно-таки молодой, уже приготовился, видимо, для сброса рогов, потому что один рог у него, видите, уже болтается, отошел от черепа и должен выпасть. Второй еще держится, но сменить рога в этом сезоне этому самцу уже не суждено. Он стал трофеем на нашей охоте и этим трофеем мы нашу охоту закрываем, так как на одну лицензию, согласно положении, можно оставлять только одну голову косули. Сегодня наша охота закрывается. Я хотел бы представить вашему вниманию наш коллектив, который отохотился сегодня, вытоптал эти крутые балки и добыл все-таки животное, и чтобы вы запомнили эти счастливые лица. Трофей есть. Слава Богу, все нормально. Мужики стреляют нормально. Убили, забрали, добыли. Слава Богу, все хорошо. И самое главное, впечатления и эмоции, которые вывезем домой. Все, спасибо. Спасибо.